Девушки отдыхают У него дома, наверное, даже сортир на кодовом замке Система зеркал должна сфокусировать потоки солнечного света на модели нашей солнечной системы, которую вы видите высоко над входом Левое зеркало не работает Что-то застопорило подъемный механизм и не позволяет зеркалу подняться Понятно. Снова лазать по подвалу Продолжение следует... Не входите. И череп с костями. Очень ободряет. Где это я? В данном подземном уровне размещена система магнитной амортизации. Все здешние помещения заполнены подвижными сборками электромагнитов. Значит, на них можно воздействовать электромагнитным импульсом. Надеюсь, это меня не убьет? Я тоже на это надеюсь, товарищ майор. Товарищ майор, вы уже проникли в комплекс ВДНХ? Частично. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации. Ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть мне дверь? У меня нет таких навыков. Это ваша компетенция. Тогда несуйся подруги. Хилимся. Живем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зачем тут вообще этот гребаный лабиринт? Система магнитной амортизации была разработана учеными Киевского политехнического университета. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка на случай природной катастрофы? В том числе. Но главное назначение амортизационной системы – это ее обманка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего применения в космосе. Круто. Наука – это сила, тут не поспоришь. Нам бы еще как-то найти путь через это гребанное магнитное царство. Еще одна дверь без замка. Храс, где тут, Реле? На стенах я ничего похожего не замечал. Продолжение следует... Продолжение следует... С оружием. Понимаешь, не в роботах проблема, а в плохой подготовке. Всегда нужно наперед знать. Дальше-то что? Ко всему все равно не подготовишься? Нет, нет, нет. Это оправдание слабых. Хочешь совет, брат? Всегда держи при себе все, что может пригодиться. Каждый патрон трать с умом. И от убежища до убежища перебежками никуда не суйся без нужды. Как же скучно жить, по твоему совету будет. Зато будешь делать, как я. Дальше проживешь. Есть в этом маленький логический проем. Но тебе, конечно, видней. Дальше проживание. Какого черта товарищ Молотов ополчился на Академика Сеченова? Зачем нужна была эта комиссия за два дня до запуска коллектива? Ведь все уже готово. Именно потому, что все уже готово. В смысле? Ты хочешь сказать, что Молотов со своей комиссией спешит отобрать у Академика Сеченова плоды его трудов за два дня до запуска? Совершенно верно. Все, чтобы прекратить этот ужас. Правильнее будет сказать, что это вы, товарищ майор, делаете все, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал Академик Сечен. Не спорю. Но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезво, товарищ майор. И товарищу Сеченову, и товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сбое не вышла за пределы предприятия 3826 и не стала известна всему миру. Потому что всему миру не докажешь, что во всем виновата горстка ублюдочных предателей. Мир решит, что советские роботы опасны, а это не так. И здесь я тоже с вами соглашусь, товарищ майор. Однако, что из этого следует? Из этого следует то, что теоретически и товарищ Молотов, и товарищ Сеченов должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше. Не так ли? Ну так, и что? А то, что вместо этого мы видим самую обычную борьбу за власть. Академик Сеченов, вместо того, чтобы обратиться в правительство и ввести войска на территорию предприятия 3826, которые уничтожат агрессивных роботов или задержат Петрова, либо припримут их неэдитивное действие, делает все для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народу. Кто-нибудь может слить информацию врагам, и все пропало. Но ведь можно ввести на территорию предприятия абсолютно надежных людей. Например, спецназ или ответ аргенту, подчиненный лично Сеченову. И прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые наведут тут порядок, очень быстро. Вам ли не знать? Но это же в смысле ебучие пироги. Ни хрена не понимаю, почему тогда так все сложно? Потому что академик Сеченов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР. Наоборот, он делает все, чтобы никто в правительстве не узнал о случившемся. Как вы думаете, почему? Потому что недоброжелатели отберут у него коллектив? Сейчас, когда уже все изобретено, создано и построено, рулить коллективом может любой чиновник? Именно. Все уже сделано. Осталось лишь устранить сбой и нажать на кнопку. Гении, творцы, инженеры и высококвалифицированные рабочие сделали свое дело. Дальше осталось только пользоваться по данным трудам. То есть товарищ Молотов хочет посадить академика Сеченова по обвинению в том, что здесь произошло, и сам возглавить предприятие? Точнее, сам возглавить коллектив. А-а-а. Разве коллектив можно возглавить? Там же все будут равны. Все будут равны, но некоторые будут равнее. Нет, но я в курсе, что у высшего партийного руководства в коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан. Но это нормально. Весь мир же не может принимать важные решения. Вот как? И почему же? Ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. А не так, что, мол, все отвечаем за все. Все – это значит никто. Когда спросить неского, никто шевелиться не станет. Должна же быть какая-то ответственность. И потом, если весь мир только и будет, что обсуждать важные решения, то никто ничего делать не станет. Все время на обсуждение уйдет. Вы так считаете? Давайте разберем ваши аргументы. Итак, весь мир будет бесконечно долго обсуждать важные решения. Это заблуждение. Сеть-коллектив – это, по сути, коллективный разум. Слившийся в единое человечество будет мгновенно и одновременно знать все, что пожелает изложить любой из его членов. И ответственность в едином коллективе будет определяться не фактором страха перед наказанием, а осознанием того, что это необходимо. Ну, до такой сознательности доросли еще не все. Даже у нас в СССР с этим не все идеально. Что уж тут про весь остальной мир говорить. Вы совершенно правы. Уровень сознательности населения планеты недостаточно. И вот из-за этой мелочи тут все захлинило? Сложно тут у них. Да можете подняться на поверхность прямо в месте зеркала. Вы уже проникли внутрь ФТНХ, товарищ майор? Платформа Кондор с правительственной комиссией уже вылетела из Москвы. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сеченову, что его вопрос мешает вам работать? Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе. Вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов – это ваша задача. Че? Я молчу. Вот и отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я буду счастлива вам помочь. А щеку шест... Чем я... Я... Чем я могу быть полезна? Мне нужно попасть на выставку. Как открыть дверь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мои мультиключи. Мультиключи не найден. У всех моделей телешковых указательные пальцы на руках могут превращаться в ключи. Это одна из базовых мульти. Кажется, свой мультиключ ты где-то потеряла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, где же она могла потерять свою руку? Предлагаю осмотреть ближайшие помещения. Красс. А как выглядят особые нейроконнекторы для соединения с коллективом? Ну, те, которые должно получить руководство страны. Согласно замыслу академика Сеченова, чиновники получат пустышку. Настоящие коннекторы с особыми полномочиями достанутся только ученым. Шеф решил обмануть советское правительство? Да не может быть. Откуда ты знал? Товарищ майор, откуда у вас новая нежеприметная перчатка? Ты, что ли? Мне выдал тебя Дмитрий Сергеевич. Вот именно. Погоди. Так он отдал мне свою перчатку? От успеха вашей операции зависит злубодело всей его жизни. Дмитрий Сергеевич. И что мне теперь смотреть на это недоразумение? На машину эту подлую, которая меня убила. Это ненадолго. Скоро все исчезнет. Да уже исчезай. Тут я ничем не помогу. Прощайте. Подписывайтесь на мой канал. И здесь трубы. И здесь трубы. А вот и рука. Что этот железное извращение с хрена? Я эту дрянь живой не оставлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА